Всем привет! Я рад вас поприветствовать на нашей четвертой встрече книжного клуба. Сегодня мы будем обсуждать книгу, продолжать обсуждать книгу Мартина и Клепмана и обсуждаем его восьмую главу про проблемы распределенных систем. А также мне сегодня будет помогать Максим Шатунов, Java Tech Lead в Альфа-банке. Максим, привет! А также Илья Альных, который любит код, пишет на Java, в Озон, и у него есть довольно-таки очень классный блог «Куда войти-войти». Илья, привет! Привет, да! У нас сегодня такой план о том, что Максим так загорелся идеей подолить какой-то артефакт, что он сделал конспект, по которому мы сейчас будем проходиться и его обсуждать. Также делитесь впечатлениями по данной главе, просто делитесь опытом, задавайте вопросы, не стесняйтесь, это можно делать в любой момент. Вот. Максим, тебе слово. Да, привет еще раз. Тут такой дисклеймер. Гриша сказал сложное, страшное слово «конспект», но это ни разу не лекция, это никакое не обучение, то есть это именно заметки из книжки, которые я читал. То есть я когда читаю, обычно помещаю интересные моменты, из них делаю как бы второй уровень прочтения, какие-то выделяю еще более интересные моменты, и просто кажется, что это будет такой хорошей структурой для того, чтобы за это поговорить. Вот. Поэтому мы не про лекцию, не про рассказ, если у вас есть что-то сказать, которое относится к теме, либо к примеру из работы, что более всего интересно, то взрывайтесь смело, будем обсуждать. То есть цель – обсудить на фоне каких-то моментов из книги. Окей. Вот, давайте я начну тогда, и как бы как будет построено. Эта штучка лежит в Markdown, в репозитории в GitHub, который Гриша можно постануть в чате, наверное, еще раз. И сейчас, в общем, здесь структура книги. Я не знаю, плюс они в чат вообще, кто читал, кто не читал, чтобы понимать, насколько подробно или скользко пробегать моменты. То есть если больше всего читал, я, наверное, буду меньше вдаваться в подробности. Если не читал, то чуть больше углублюсь. Пока у нас есть три плюса. О, четвертый есть. Круто. На самом деле это… Вы большие молодцы, потому что я эту всю штуку делал буквально в последние дня полтора. Вот, и не был даже уверен, что я читаю до конца. Да, все читали. Тут есть обратная ситуация. Кто-то читал уже довольно давно, и сейчас будет вспоминать с слезами на глазах, потому что всегда всем советую эту книгу, да. Два варианта есть, крайности. Книга, на самом деле, да, офигенная. И, я не знаю, там, когда на старости лет появится куча времени, хочется пробежаться по всем этим ссылочкам, которые в конце каждой главы есть, там, по 60, и посмотреть подробности. Там очень интересные поднимаются теми, проблемы. Поэтому это не только какая-то информация, но еще и повод куда-то углубиться внутрь. Вот, делать-то я хотел изначально какой-то формат презентации, и когда я начинал ее делать, понял, что как раз это будет лекция, чего не хотелось. И первые слайды, которых я хотел рассказать просто, о чем эта первая глава, во всяком случае, для меня, как она запомнилась, то она выглядит так. То есть, проблемы в распределённых системах. Понятно, что слайдик с Гаральдом понимают все. То есть, действительно, в распределённых системах очень много компонентов, в которых может что-то сломаться. И вы вот, наверное, там, в принципе, тоже писали, что оно обязательно сломается. И вторая картинка, которая здесь тоже подошла, это вот эта, про философию. То есть, и сам Марсин где-то ближе к концу пишет, что если заморачиваться и уходить в проблемы логики и взаимосвязи между нодами, лидерами, как это может быть, то можно уйти довольно глубоко внутрь. Вот. У кого-то было такое тоже ощущение? Я прям очень словил, да, такое чувство депрессника о том, что с самого начала он обозначил, что всё очень плохо и даже ещё хуже. С моей точки зрения, опять же, для меня это такой, я бы сказал, глобальный депрессник погнал, потому что эти проблемы, они, наверное, это будет как-то дальше просвечиваться, они не только в распределённых системах, они ещё есть и просто в коммуникациях между людьми и опускаются так же, как вот по закону конвей, что структура организации формирует архитектуру решения, а также, наверное, можно и проблемы описать, что такие есть проблемы в организации, такие будут и в решении. Ну да, собственно, этим интро и подводит нас к тому, что жить сложно, что вещи могут пойти не так, и они будут идти не так. И как бы задача пойти и каким-то образом их исправить. И из, не знаю, есть у нас микросервисная распределённая архитектура с сервисами, где есть логика, с инфраструктурой в виде там баз данных и сетей между ними, коммутаторов. И, в общем, можно на любой уровень опуститься. Ещё один вопрос здесь. А всё-таки как из этих компонентов, которые каждый по себе может отказать довольно просто, то есть, типа, сеть вообще вне нашей зоны ответственности, да, может быть, коммутатор тоже. И как же из этих компонентов, которые каждый из них может выйти из строя, сделать какую-то надёжную систему, которая будет давать гарантию. Вот я пытался найти примеры из жизни какие-то. Приходило в голову что-то, типа, построить из лего дом, в котором будут жить. Ну, какой-то крайний, да, пример прямо, типа, из про ненадёжные компоненты. Не знаю, если есть какая-то аналогия здесь лучше, интереснее, то поделитесь. Потому что, в целом, задачи такие, наверное, вне разработки, они тоже есть. Мне кажется, очень довольно-таки хороший пример сам Мартин Хлеб. Он приводит в книжке именно сравнение с телефонной сетью, что это тоже такая довольно-таки сложная система. Она как бы имеет больше каких-то именно технологических плюшек, как он там описывает, и меньше проблем в связи с этим. Но тоже очень интересный жизненный пример. Я вот когда жизненные примеры, и абстракции какие-то, которые скрывают какие-то неопределённости, я люблю приводить пример рекламного агентства, с которым связывается какая-то компания, чтобы заказать рекламу, потому что она не хочет зависеть от определённого поставщика рекламы. Это может быть либо какой-то блогер, либо какой-то телеканал. Они просто связываются с каким-то агентством, которые решают эти проблемы, как-то сказать, решают проблемы того, что один из элементов может отказать. Вот, как-то так. Мне кажется, так интересная, может быть, мысль. Можно её дальше поразвивать и далеко уйти. Ещё такой у меня интересный вопрос. Вот в зал. Кто-нибудь вообще пользовался, писал такие системы, которые нераспределённые? Потому что мне кажется, вот эта глава самая, наверное, актуальная из книг, потому что она подсвечивает проблемы с системой распределённых. Вот если кто-то писал нераспределённые системы, вот интересно было бы послушать, что это именно за системой, и вот как это в 2022 году у меня приходили, были мысли, что это там десктопное приложение, но вот интересно, есть ли у кого-то прям такой настоящий нераспределённый системный. Артём пишет о том, что он писал калькулятор. Очень классная система. Давайте сделаем распределённый калькулятор. Мне кажется, это будет очень круто. И найдём все проблемы, описанные в книге на калькуляторе. Кстати, не всё можно вычислить распределённо, если на сложение, например. Вот тут про распределённость, неопределённость можно с другой стороны писать. Описал ли кто-нибудь настоящему распределённую систему, у которой нету точки, на которой можно все остальные узлы могут синхронизироваться и исправить, вернуться в синхронизацию с общей системой. Ну, это, кстати, да, это хорошая мысль. Это, наверное, разработчики баз данных, которые делали режим, где без лидера могут существовать ноды. Я про биткоин подумал. Да, и про интернет. Да, ну вот этот блокчейн. Кстати, интернет. Очень клёвые примеры. А я вот ещё из таких примеров могу накинуть один пример, связанный с тем, что я вот работал в одноклассниках, и у них там монолит, и это очень сложно назвать какой-то распределённой системой. Они, короче, там просто всё взяли, там кэш в приложение, база данных в приложение, всё, что там вне приложения и ходит по сети, мы им не доверяем, нужно всё тащить в приложение. Да, они знамениты своими докладами про это. Да, давай, Макс. Ну да, я бы, в принципе, продолжил в эту историю, да, то есть дальше идёт такое, как определение, типа, про проблемы и фокус, на что мы концентрируемся, типа, пример тоже, который приводили про распределённые, про нераспределённые системы, это компьютер, и тут ещё один вопрос, такой, типа, поднимается. Что мы считаем отказом и что мы будем делать в случае того, если компонент откажет? Типа, в суперкомпьютере, ну, либо single-note приложение довольно просто. И, по сути, если что-то не работает правильно, как мы хотели, мы просто делаем полностью выключение этого, и всё, у нас не работает. И получается такой детерминизм выполнения. Соответственно, в распределённой системе мы не всегда можем понять, в какую сторону пойдёт результат, будет ли он правильный, и, по сути, не очень понятно, что же тогда выйдет отказом. В принципе, тут тоже такой момент. Поднимается. И ещё раз, в принципе, мы сводимся в фокус, то, что говорится о двух каких-то направлениях, на которых можно поговорить. Первое – это про нетворк. Нетворк – это, по сути, как эти компоненты все синхронизируются между собой, и про часы, наверное, да, про время и синхронизацию между ними. Вот. Я не знаю, если есть ещё что-нибудь докинуть про эту философскую часть, может, ты хочешь что-то сказать? Я бы, наверное, единственное озвучил про то, что с ошибками и отказами вот стоит ещё вот именно на уровне архитектуры системы пытаться описать ошибки, которые являются возобновляемые и невозобновляемые, чтобы ваш клиент понимал, можно ли ещё раз сделать такой же вызов или не стоит его делать и вообще даже не пытаться. Кстати, это хорошо раскрывается вот книжечки, которые я прям сейчас читаю. Это про сайт Reliability Engineering в Google, и можете закинуть списочек. Как раз подробно. Наша следующая книга. Круто. Спасибо за рекомендацию. Кажется, хороший спин-офф, а как раз и SRE это здесь, да, чтобы поддерживать эту историю. Повторный вызов, да, отличная концепция и демпатентность. Вот Тоня, кстати, знает, как это по-английски сказать? Я думаю, многие могут попробовать. Я просто на лекции своим студентам несколько раз пытался это провести, в итоге я ссылку кинул, я просто умер это произносить по-английски, я не уверен, что это правильно. Главное, чтобы все друг друга понимали. Да, то есть, короче, это вот всем скажу, что демпатентность, это когда ты какую-то штуку можешь повторно вызвать без плохих последствий, чтобы система проигнорила повторный вызов, если она его уже видела. Это очень важно для распределенной системы, для реакции на сбои. Это, кажется, прямо сейчас самое одно из основополагающих стопов, как работать с этим, потому что в том системе, когда у нас куча всего может пойти не так, то нужно возможно повторить таким образом, чтобы это не эффективно от того, что уже сделано. И как раз в принципе здесь мы смотрим, что же может пойти не так, и разбиваем это на, по сути, уровни проблем, которые могут быть. в принципе более точно расписан, но если глобально делить, то есть, наверное, три уровня. То, что может пойти не так, у нас есть клиент какой-то, есть сервис, от клиента идет запрос к сервису и нет, по которому все передается. Вот, если делить, то у нас может быть A, это проблема нетворка, то есть наш запрос может просто не дойти до сервиса. Соответственно, здесь, ну, мы просто понимаем, что мы не достучались, куда-то не отправились, его. Сигнал может дойти до сервиса, но он может быть недоступен по многим причинам на самом деле. Наверное, вот дальше приводятся те же примеры, например, вот того, что сервис просто, не знаю, умер до того, что там DCE какой-то поехал, либо много запросов. То есть, тоже такая неоднозначность того, что же там произошло внутри. и, наверное, вот самая история сложная и с адаптентностью очень вяжется, это когда мы все нормально провели и даже все отработало, но мы acknowledge, то есть, мы не дали клиенту понять, что мы все выполнили хорошо и, по сути, он не знает, прошла ли транзакция, прошло ли действие, либо оно не выполнилось. Это, кстати, вот интересный момент. Я вот хотел задать всем вопрос. Обычно же мы, не знаю, как клиент, мы же получаем какой-то код ошибки. И мы по коду ошибки можем догадаться, типа, запрос ушел там и начал обрабатываться и упал, или он не дошел, или не начал обрабатываться. Я вот тут не совсем понял идею, что нельзя типа догадаться, в какой момент произошла точка отказа. Я думаю, это, ну, я предположу, что это отсылка к тому, что были вот такие вот, ну, и они, в принципе, всегда есть, идеи к тому, что вот все эти RPC можно абстрагировать и закрыть абстракциями и вызывать их как обычные методы in-memory. И, наверное, это как раз-таки к тому, что рано или поздно у тебя будет абстракция, это протекать, и надо будет узнавать, где у тебя там отвалилось что-то. Вот. Может быть, это к этому. А к тому же, типа тайм-аут, вот тебе придет ошибка по тайм-ауту, и что это значит? Это типа где-то сеть обломилась, либо с сервисом что-то не так. Да, хорошая мысль. Ну, плюс номер один вопрос. Гриш, который надо задать, наверное, уточните, а система у тебя синхронная или синхронная? То есть, если синхронная, то тут все гораздо интереснее становится. ты совершенно прав. Ну, в общем, как, в принципе, и писал Мартин Хлебман, все очень плохо. Очень плохо, да. Мне кажется, возможно, на этом слайде даже, типа, ошибки-то может и не быть. Иногда не всегда код-код приходит, если вообще был разорван connection обратно. тогда тем более можно ничего не понять. здесь есть статус-код, на самом деле, это хорошо, потому что ты уже можешь отследить трейс какой-то подстрой, построить, и на самом деле, если у тебя здесь есть это все в системе, то ты можешь отследить назад, где у тебя какой-то сервис в цепочке, соответственно, вернул не тот код или что-то пошло не так. А вот если у тебя порвалось, да тоже, в принципе, ты увидишь, в принципе, где-то порвалось, скорее всего. То есть, это про трейсинг, скорее история здесь уже. На самом деле, да, кажется, асинхронный кейс интереснее, сложнее, опаснее. Асинхронный скорее, я вижу, возможно, асинхронный это уже педа, потому что там ничего не поймешь. Нет, поймешь, в принципе, тоже. У тебя будет месседжи, скорее всего, не будет аккноледжи, аккноледжица в таком же плане. Ну да. Там, скорее всего, больше... Параллельно еще начал. Да. Параллельно просто начал еще просчитывать, когда Николай скинул про демпотентность сообщения в чат, то есть полностью ли демпотентность покрывает вот этот третий кейс. То есть, далее мы ретраем сервисов с демпотентностью и можем с демпотентностью сделать и устранить полностью эту ошибку. Даже по-русски сложно, да? Да. Это на самом деле переключается, кстати, с той задачкой, которую Дима Константинов придумал. Она, кстати, висит на гитхабе. Попробуйте ее заценить. Вот, по поводу обработки файлов, то, что у вас есть входящие файлы, вы, допустим, уже сделали обработку, хотите отправить ответ, что все окей, и у вас тут типа рухнуло. Когда бороться с дублями и так далее. Так, я предлагаю дальше туда поехать. И, в принципе, как Артем уже говорил, тайм-аут это, в принципе, наверное, самое хорошее, что на текущий момент передумано для того, чтобы отслеживать статус запроса, который ушел. И, опять же, вопрос, граничный с философией и практикой, а какой же тайм-аут выставлять? И, получается, маленький тайм-аут у тебя может просто не покрыть все кейсы и отрабатывать сложно. То есть, по какой-то причине сервис может увеличать долго и тайм-аута, на самом деле, не будет никакого, если это синхронная система. Ну, либо он просто не обрабатывается, если это асинхронная. А если тайм-аут большой, то, соответственно, все про быстродействие этой системы, опять же, и то, каким образом мы вот эти ошибки все видим. Вот расскажите, кстати, мне тоже интересно, вот на практике кто как тайм-аут на себе выбирает и какую циферку конкретно ставит, откуда она берется. Там, кстати, в книге еще прикольный пример был о том, что можно тайм-аут плавающий делать каким-то образом. Мне вот интересно, есть какие-то инструменты, программы, которые вот прямо на тайм-аут. Хорошо, вот это в почте работает, да? Да. Да. Повторим-то все? Повтори, да, пожалуйста. Да, повтори, пожалуйста, было не слышно. Я говорю, что интересно, что в книге замечено, что есть типа тайм-аут может подстраиваться под ситуацию, то есть он может быть плавающим. Вот, и интересно, кто-нибудь знает какие-нибудь инструменты, какие-нибудь там, не знаю, фреймворки, где вот это вот используется, что тайм-аут может меняться? Кажется, что там в апачевских клиентах по дефолту у тебя тайм-аут, он экспоненциально растет, какой-нибудь еще Resilient 4J также делает. Да, это, наверное, exponential back-off, вот про который, если говорить с английскими терминами, английскими словами сложными. И вот я тут дополню, потому что я, опять же, буквально сайт Reliability Engineering буду дальше подкидывать идеи, там поднимается этот вопрос, и там используется евристика из того, что, например, если у нас есть какая-то гистограмма, как часто мы откидываем ошибки, то мы можем решать, что действительно вот вся система отказала, либо отказали только мы, и от этого решать, какой у нас тайм-аут. В общем, там тоже есть интересные решения к этому вопросу, который там Google у себя применял, можешь почитать, и я думаю, найдешь много интересного, крайне, мне очень интересно. А мне понравилось, как в книжке Мартин Хлеппен, он там какую-то формулу привел, то, что там 2D плюс R, может, я не знаю, может, кто-нибудь рассчитывал по формулам, как у вас должны там быть тайм-ауты, или что-нибудь такое применял? там типа время запроса, я как понимаю, что вот это вот время запроса, оно же меняется, вот именно на передачу от сервера к клиенту, поэтому я не понимаю, как это можно было считать. Как я понимаю, это roundtrip, получается, в одну сторону, плюс в другую сторону сеть, плюс время работы самого сервиса. Чаще просто, по сути, roundtrip можно пренебрегать, по большому счету, в реальной жизни. И если мы пишем на, наверное, синхронном каком-то фреймворке, на каком-нибудь webmvc, то туда надо, если говорить, из мира Java, если тут, не знаю, все Java-vist, не все Java-vist. Вот, если у вас не синхронный сервер, то тогда надо учитывать, что вы не можете держать бесконечно тредов, и тайм-ауты вас будут сильно, так сказать, ограничивать. Размер тайм-аута будет непосредственно на вашу производительность сильно влиять, и на то, сколько вы можете запросов обрабатывать в одну секунду и клиентов держать одновременно. Вот. И мне кажется, тайм-ауты самое такое, ну, мне кажется, здравым мнением, это вот всегда исходить из практики, смотреть, сколько у нас, там, любят смотреть 95% или того, сколько у нас отвечает наш клиент, там, вести какое-нибудь профилирование его, и потом из этого поставить тайм-ауты, например, там, чуть-чуть побольше. Плюс еще в голову пришла хорошая мысль, когда ты рассказывал, историю с хистриксом и с церкет-брейкерами, то есть, по сути, тоже такой интересный компромисс между длиной тайм-аута и большим количеством запросов, то есть ты тайм-аутишь не на каждый запрос, если у тебя кто-то отказал внутри, но понимая, что сервис, который на другой стороне отвечает плохо, либо умер, то ты просто сразу запросы отваливаешь. То есть, в принципе, если не заморачиваться со временем тайм-аутов, это может быть, ну, первым приближением к убиранию именно очереди для неотвечающих систем. Да, это вообще очень крутая практика. Коль? Да, можно я сюда подключусь, потому что тут, по-моему, про тайм-аут смешались две вещи. С одной стороны, есть тайм-аут на вызове, есть тайм-аут верхнеуровневый, и когда, условно говоря, какая-то нода не отвечает, ее можно кельнуть. И вот второй, конечно, это могут быть минуты и прочее. Тайм-аут на вызове, да, он может быть секунда-миллисекунда, он может быть суперкороткий, но это совершенно разные вещи. Вот, потому что вот история, которую знают, скорее всего, все, кто под лодку слушает, что в Авито как-то был план на квартал ускорить фронт на сколько, ну, там, в словом говоря, в два раза. И этот план на квартал на большую команду. Этот план был выполнен, когда просто в ходе нашли забытый тайм-аут, который был там поставлен, чтобы успела рекламка отрисоваться. Все, просто нашли тайм-аут, закомментили, все, квартальная цель была закрыта. Ускорили на 40% отрисовку всего Авито. Чего себе. Не слушаю эту историю. Это, по-моему, любимая история Егора. Звучит как байки. Это реальная история. Это реальная история. Я как раз на перформанс-ревью потом этих людей и мы пытались разобраться, они молодцы или им просто повезло. Это реальная история. Но тут про тайм-аут речь идет про другое. Тут речь идет про верхнеуровневый контроль. А вообще-то, в принципе, тайм-аут лучше вообще не использовать. Лучше асинхронно дергать, просто улетел запрос и все забыли. А все, что нужно, оно придет обратно, может быть, к другому инстанцу уже. Посмотрите уже не про механизм какой-то контроля, да, тайм-аут, а про архитектуру. Потому что она асинхронно и другой, ну, и демпотентный сюда же по большому счету. Как строить эту систему? Вот как раз распределен. Ну, конечно, я вот про это и говорю, что если распределенную архитектуру строить на синхронных вызовах с тайм-аутом, это дорога в ад. По-хорошему, она должна быть вся асинхронная, вообще без тайм-аутов. Просто по принципу выстрелил и забыл с этой демпотентностью, но при этом сверху должен быть ночной сторож, который смотрит, что из-за этого угла системы полчаса ничего не прилетает, наверное, они там все сдохли. Давайте их перезапустим. Слушай, а как тогда в таком случае состояние? Ну, получается, они все должны быть без состояния, да? Да. PC и вентсорсинг. Это очень сильно усложняет, да, архитектуру. Так никто же не говорил, что будет легко, но без этого-то вообще. Ну да. На самом деле, да, звучит как типа вот эти все ивентсорсинг, нет, точнее, ивентривент, получается. Или ивенткоммент, да. Звучит как решение, но больше сложности гораздо. Ну, наверное, состояние может быть, кстати, тоже распределенное, то есть в том смысле, что это будет такой большой блокчейн, который будет работать как мультимастер. Ну, то есть каждая реплика будет содержать все состояние. Наверное. Ну, кстати, возможно. А ты знаешь, Ром, какие-то примеры таких систем? Ну, по-моему, блокчейн. Я не знаю. Ребята, может, кто-нибудь может подсказать. Ну, звучит вообще прикольно. Ну, тут, понимаете, в чем дело со состояниями. То есть просто, ну, короткая история. Про базу, да, смотрите, состояние, система переходит с одного состояния в другое состояние, консистентное. Это все хорошо. Но проблема в том, что если она у вас распределенная, вы не можете изолировать разные операции друг от друга. Вы не можете гарантировать, как будто они работают ну, как последовательно. Ну, то есть вот это осид штука. А без осида у вас все происходит постоянно, у вас постоянно race condition. И поэтому вы не можете полагаться на стабильный стейт. У вас все плывет. Да, неизбежно. Я согласен. Я понял. Состояние можно передавать в get-запросах или в самом реквесте. Ну, короче, да, тащить полностью с собой. Ну, это ужас какой-то. Это будет просто ад. Весь контекст. Кошмар. Мне кажется, не обязательно весь контекст. Можно придумать чем-нибудь, не знаю, часть состояния схлопывать в отдельно какой-то сервис, который будет его... Ну, я думаю, это можно проблему избежать. Там, насколько я знаю, есть подходы. Но на самом деле идея интересна, мне кажется, правильная. Потому что, ну, даже же базы под капотом работают не совсем так синхронно. То есть там внутри так и работает, что публикуется сообщение, на которое внутри происходит какая-то магия. Вот, поэтому не просто так это все. И надо у себя тоже попытаться как-то думать в терминах действий и реакции на эти действия. Но вообще... Мне понравилась мысль. Да, мне тоже очень плюсую. Коль, спасибо. Очень клевая мысль. Это такая более чистая архитектура. Но надо, да, посмотреть примеры. Ну, кстати, еще история про архитектуру и построение. Пример про TCP и UDP. Это, наверное, про как раз баланс между... Ну, как BIP-up-теоремой очень много таких компромиссов между надежностью, консистентностью, да, там, eventual консистентностью или нет, и скоростью работы. И хороший пример приводится про TCP и UDP. То есть можно на разных уровнях играться с гарантиями, которые у тебя есть. И в некоторых системах, например, типа Doom, да, тот же самый аудиосвязь и так далее данные, которые будут идти долго, они просто будут не нужны. То есть поэтому нам гарантии нужны не всегда и нужно думать не только про какую-то консистентность, про гарантии, про быстрое время доставки, но и про то, зачем это делается в конкретной системе. Вот какой-нибудь был пример тоже там про UDP, да, когда там можно, ну и там голосовая видеосвязь, когда можно терять пакеты, да, и в принципе это будет не так плохо, как если их передавать на поздно. Вот какие-то такие интересные кейсы именно по задачам, да, которые делались, когда можно было так нестандартно подходить гарантиям. А я вот выступал в Ростове на конференции R&D Tech и там был очень клевый доклад от Ильи Щека из WebAnt про WebRTC и вот там как раз-таки, да, он полностью описал эти алгоритмы того, как UDP работает в видеохостинге и как можно все это терять. Вот очень клевый доклад, советую посмотреть, сейчас найду ссылочку. Ну, да, такие, да, и, кстати, вот про эти тайм-ауты Just и про бас-датных, что они внутри работают. Кажется, в Кассандре довольно много интересных таких штук сделано, то есть много докладов есть, в которых приводят примеры, как там это все работает, и, в принципе, можно было бы тоже посмотреть контекст того, как там сделано. Ну, ты как раз, наверное, на ответ, ответ на вопрос Артему, когда он спрашивал, что, по-моему, Артем спрашивал про автоматическую подборку тайм-аутов или динамическую. Да, Теперь знаешь, куда посмотреть. Ну, собственно, этот вывод, который мы должны сделать, в чатике вроде кто-то писал, если я видел то, что этот it depends, все надо экспериментально, и какого-то хорошего ответа, как делать тайм-аут, его просто нету. Короче, все на практике, через боль иногда, но все надо смотреть к тому, что в реальных системах происходит. Про сеть, не знаю, какие-то основные моменты, то, что было описано, закончили. Предлагаю переходить туда дальше, к часам. Я не знаю, как в просто версии, Гриша говорил сегодня, я забыл. неверные часы. Неверные часы, да, и сложность с ними, что часы называются какая-то базовая вещь, какая-то просто основа, которая работает и есть, время, но в нашем сознании синхронно между всем, но кажется, не все так просто, опять же, потому что кажется нам довольно просто и базовая вещь. И, в общем, все зависит, опять же. и проблема как раз синхронизации общего стейта последовательности транзакции, она описана, в принципе, здесь на слайде, и как бы вопрос того, что как синхронизовать время между серверами для того, чтобы у них было одинаковое понимание последовательности, он, опять же, довольно сложный. И как-то я вот в тот момент тоже не сильно задумался об этом, но на самом деле по сути те же самые проблемы с общим стейтом, с общими данными, которые нужно одновременно распределить по системам, и по сути общее время, там рассказывается много про NTP, протокол, синхронизация, но получается даже в NTP у нас есть те же самые ровно проблемы, о которых мы говорили, сетью, по которой надо время передать, с временем на обработку этого сигнала, и по сути одинаковое время на хостах оно, скорее всего, недостижимо. Оно было какое-то как раз высказывание, как нужно о времени думать, и о времени нужно думать не как, а точно о времени каком-то, но и о допустимом интервале, наиболее вероятном интервале времени, то, что с какой-то большой долей вероятности сейчас время между такими-то границами. И, собственно, чем это плохо, можно разобрать пример, здесь, который был. Тут описывается стратегия Last Ride Wins, почему она не всегда хорошая и может по сути приводить к проблемам. То есть это по сути та стратегия, в которой последняя запись, которая приходит от клиента, она считается правильной. И что у нас тут есть? У нас есть клиент, который хочет записать что-то в базу данных. Есть три ноды, то есть распределённая система баз данных, а есть клиент B, который хочет записать другие данные. Клиент первый попадает на первую ноду, записывает все, и первая нода пытается распределить эти данные по второй, третьей, соответственно, по своим репликам. И B в момент времени как бы в общем мире пытается сделать запись инкрементом, то есть увеличить предыдущую запись на один и попадает на другую ноду, на которой эта запись уже синхронизирована с тем, что закинул клиент A и тоже пошла реплицироваться на другие инстанции. Оба получили статус в окей до акнолоджа, получается, других нод, и пошло-поехало, самое интересное. То есть ребята, которые клиент A и клиент B в полном счастье находятся, что все здорово и все стало хорошо, но по сути нода так, на какой у нас проблемы здесь? Ну, там получилось, что видишь, у тебя первая нода, у нее время более будущее, чем у третьей ноды, но третья нода позже пришла. Да. И конфликт возникает при синхронизации на второй ноде, что у тебя перезаписывается значение. Да, вот, получается, на вторую ноду, то есть внимание на первой и третьей все нормально, на второй ноде у нас проблемка. Сюда сначала пришла синхронизация с новым значением, а потом с третьим и все у нас пошло-поехало. Вот, и такой вопрос, а кто-то делал сам такие вот механизмы синхронизации, ну, либо, может, избирался подробно, какие есть варианты, может, либо подали на такие. Расскажите историй. Ну, я могу рассказать историю, что я, как человек, который, когда еще переводили часы, все время я начинал куда-то опаздывать, и, соответственно, когда я узнал, что проблемы с часами есть еще в программировании, я еще больше расстроился, и из этой главы я вынес две гениальные мысли. Во-первых, это логические часы, это просто гениальная мысль, если не можешь взять настоящее время и придумать свое, в своей предметной области и сам его тикой. И вторая мысль, это про монотонное время и немонотонное время. Вот это самое полезное, как мне кажется, для среднестатистического программиста, который иногда любит замерить, как работает его код, и делает это не монотонными часами. Вот это мне кажется, такой интересный момент. Но это мои впечатления о главе. А если у кого-то реально был опыт настройки часов, какой-то синхронизации тоже было бы очень интересно послушать. У меня давно было, но я не вспомню реально, что я придумал и что я делал, но мне нужно было маленький проектик по измерению скорости TCP-канала в закрытой сети без доступа к интернету. Мне нужно было синхронизировать время у клиента сервера. Круто. Не помню, что он делал. Андрей, спасибо, что поделился. Если нету никого добавить, или я у тебя спрошу вопросик, мне тоже стало интересно про логические варианты часов, которые отличаются просто от стандартных каких-то там Unix там стэмп или прочих. Каким образом они применяются в реальных системах? Не читал? В реальных системах я смотрел, я тут еще могу поделиться, я сейчас скажу свое мнение, и вы можете погуглить дистрибьютор паттерна у Фаулера, у него целая статья, там есть разные часы, он описывает, как они работают примерно. Интересно почитать, когда нечего делать или хочется чем-то заняться. А из моего опыта, мне кажется, что таким понятным многим, кто работал с Кавкой, будет аналогия. Я бы сказал, что ключ партиции можно рассматривать как, не ключ партиции, а как раз таки наш офсет в партиции можно рассматривать как логические часы для партиции. То есть наши сообщения поступают в партицию в определенном порядке, и partition, офсет сообщения, это и есть какой-то вот номер, под которым оно поступило, это и есть такие логические часы, это как пример, который мне сразу приходит в голову. Наверное, да, ну и еще из логических часов можно придумать это всякие sequence в базах данных и так далее, которые генерируют ID. Но это то, что мне приходит в голову, если кто-то поправит, нет, или еще добавит, было бы интересно послушать. Ну, sequence в базах данных это классная тема, но там возникает такая жопа-боль, когда у тебя это из двух разных баз данных sequence, один ворок или другой в позарисе, все, ты там страдаешь просто. Хочется лезть на стену. Я вот, наверное, да, я сейчас быстро дополню про то, что я однажды профокапился на одном проекте в универе, и мне в качестве штрафного задания задали делать реализовывать векторные часы, вот, но это, в принципе, было интересно. Ну, в общем, про часы, да, довольно занимательно. Скинул статью, я думал, там, про какие-то прямо именно часы-часы. Статья как-то заинтересовала. И, в принципе, подходим, наверное, к тому, опять, то, что Мартин говорит, что в нераспределенной системе у нас, в принципе, thread safe, опять же, проблема довольно интересная, да, про нее можно поговорить, но, в принципе, там плюс-минус придуманы варианты, как ее решать. То есть, там, говорит, там, мютекси, семафоры, атомики и прочее все. И, на самом деле, заканчивает, опять же, более, что все-таки на распределенную систему это сильно транслируется, опять же, из-за сети, из-за того, что она, по сути, мы не можем ее каким-то образом описать и четко понимать, как она будет работать, потому что она просто не зависит, и проблемы могут быть. А другого механизма какого-то подтверждения его нет. И, по сути, опять же, если в Single Note у нас есть понимание точное состояние системы, там, она жива, мертва, отвечает, зависна, либо еще что-то, плюс-минус есть, то в распределенной системе мы, опять же, причины сети ее нету. То есть, после главы с часами мы уходим таким же образом, потому что все непонятно, и все, в принципе, надо. Надо думать, надо думать, каким образом делать, их-то ответов пока не дается. И следующее, наверное, предлагаю тогда перейти к последней части, про часы, наверное, все мы проговорили. Вот это, наверное, та история про философию, если мы еще не говорили про философию, то здесь она начинается еще больше. И тут задается такой вопрос, что нода, которая, ну, любой элемент, по сути, в распределенном окружении, он не может понимать о реальном состоянии внешнего мира, он может только догадываться о нем и строить предположение. Соответственно, ровно так же, как и весь остальной мир не может понимать, каким образом нода живет сама по себе, то есть, какое у нее состояние. И в этом стоит сложность, то, что приходится делать догадки, и, по сути, здесь, ну, в моем понимании, система должна полностью быть, ты должен, как минимум, понимать, что у тебя будет происходить в каждом случае, когда у тебя нода недоступна, когда она думает, что она доступна, либо нет, и дальше идет история про Quorum, ну, вот если не пока про Quorum не говорить, и какие-то, да, такие паттерны, какие решения еще есть про то, каким образом распределенная такая история, равнозначно, пока что, принимать решения на основе данных, которых у тебя нету. Да, ну, мне кажется, что мне сразу первое приходит в голову, это как, в принципе, когда ты получаешь знания, у тебя каких-то знаний нету, первое, что ты делаешь, это строишь какие-то логические цепочки, и для того, чтобы строить какие-то логические цепочки, тебе надо обладать какими-то законами, логики и так далее. Вот, и, наверное, стоит вводить какие-то законы, которые будут справедливы для системы инстрации, вот их как-то организовывать внутри своей системы, чтобы иметь возможность с них полагаться. Например, вот как уже упоминалось, что мы вводим такое понятие, как и допатентность, и пытаемся свои делать операции такими, соответственно, исходя уже из гипотезы о том, что это, соответственно, предположение о том, что операция допатентная сработает, мы можем даже, не зная, точно состояние как-то поступать и так далее. Мне кажется, надо вводить какие-то законы, логики свои, которые будут верны в системе и пытаться на них строить взаимодействие. Если продолжать философию. Да, Роман? На самом деле, наверное, не демпатентная должна быть система, а должны быть операции просто коммутативными. То есть, грубо говоря, ты можешь применять вот эти замечательные вычисления относительно предыдущего состояния, просто используя какой-то оператор. Он должен быть коммутативным. Соответственно, ставка сообщений в чате, это не коммутативная операция, но, например, работа со счетом. Если счет не предполагает каких-то начислений штрафных баллов или процентов, очевидно, это коммутативная операция, тогда цепочка вот этих вычислений после писания, начислений на счет, без начислений, например, пени и так далее, то это будет соответственно коммутативная операция. И в любом случае, если узел какой-то пропадет и восстановится, он пришлет все эти данные, они в какой-то момент встанут в очередь и результирующее вычисление будет корректным. Вот для таких систем, наверное, все будет работать. И вот эти часы, они как раз не нужны будут в том плане, что они не требуются для выстраивания сериализуемой последовательности применения каких-то транзакций. А не у тебя в любом случае, какой бы последовательность ни была, за счет того, что операция коммутативная она будет корректна. Если такая система, то и тогда и проблем не нужно. Я не знаю, есть такие системы, которые такие вычисления позволяют делать в общем случае. Позвольте я продолжу Ромину идею просто ее немножко упростить. То есть суть в том, что каждый сервис должен строить свою работу в игнорировании состояния стейтов других частей системы. То, что было озвучено, нужно представить все состояния, а вот давайте предположим, что это невозможно. Каждый сервис должен уметь жить в полной изоляции, в условиях, что всех вокруг умерли, и он не может с другими синхронизироваться. И только когда его работа построена безопасно для таких условий, он будет безопасный в цельной системе. Потому что вот просто напоследок, чтобы превратить задачу синхронизации часов в полный ахтунг, но реалистичный. Я вам советую подумать о такой ситуации. Смотрите, распределенная система, где некоторые компоненты находятся, движутся, условно говоря, допустим, по солнечной системе, например, спутники. Ну, и по орбите Земли просто. И у них не то, что часы не синхронизированы, они идут с разной скоростью, они объективно идут с разной скоростью. И невозможность, то есть, представьте, условно говоря, система движения денег в такой распределенной системе, в масштабе солнечной системы, где куча компонент, которые работают вместе, но у них часы идут с разной скоростью, и это нормально, это не ошибка. Вот подумайте, как это может работать. Если я подумал, что начал что-то понимать про распределенную систему, то кажется, ты докинул еще один уровень. Обращайтесь. Коля, может, ты намекал по поводу того, что нужно возвращаться в монолиты? Правильно, и космос нафиг. На Землю. Нам не надо. Всем на Землю, в одну комнату, вокруг одного постгресса и кружочком ходить. Ну, слушай, а если все-таки в какой-то реальный мир возвращаться, да, если мы все-таки не спутники делаем, то когда ты говоришь то, что каждый сервис должен работать в изоляции, кажется, что большинство кейсов мы покроем еще, если клиент в том числе будет понимать, что сервис, к которому он обращается, он также может быть недоступен и как-то свою работу тоже в соответствии с этим строить. А, Graceful Decredation на всех уровнях. Мне кажется, Илья? Я просто хотел сказать, что это прям следует из самого начального тезиса про то, что никто из нас на самом деле не писал по-настоящему распределенную систему, если он не писал систему, которая работает в изоляции. Вот это вот прям логически следует из этого. Блин, нам нужно было в самом начале опросник запустить. Кто думает, что он пишет распределенную систему? Сейчас бы был просто... А что, у нас тут нет блокчейнеров? Либо они стесняются, либо их нету. Я только недавно кошелек завел, но а так нет. Наверное, у Гриши только это бэкэндеры, аудитория, надо тебе другую аудиторию приглашать для перекрестных мнений. Да, было бы на самом деле очень интересно послушать про всякие эти системы. Вот, и можем организовать такую встречу с экспертом. Ну, кстати, про спин-офф, мне кажется, в виде блокчейна и подобных систем, это прям было бы интересно. Если там решаются и попримерять. Окей, тогда... А есть такая прикольная серия книжек, называется Грокаем что-то. там типа Грокаем Data Science, Грокаем Алгоритмы, у них, по-моему, есть Грокаем Blockchain. Возможно, мы ее когда-нибудь возьмем почитать. Максим, тебе слово. Да, кажется, две книжки уже пополнили список. Ну, в принципе, еще как вариант того, каким образом принимать решения в такой системе, если мы не про Single Note говорим, да, как только что, то это Quorum, и, в принципе, большинство систем сейчас так работают, что есть какой-то Quorum, и мнение какой-то одной ноды, оно, даже если оно в физическом мире и общем понимании правильно, оно не принимается в расчет. То есть, если нода по какой-то причине живая обрабатывает запросы, но у нее какой-то причине потерялась связь с Quorum, то значит, все-таки она в нашей системе общей считается нерабочей. И Quorum определяет, собственно, принимает большинство решений касательно как раз всей работы с теми, как целиком. И Quorum это получается 50% плюс 1. То есть, для системы из трех инстанцев это 2, для так далее. То есть, в таких системах можно понимать сколько падений с какие нод мы можем пережить. Ну, и тут, в принципе, идет предложение про то, что много систем, в том числе, помимо Quorum, одно из решений про то, что можно иметь только одну вещь. То есть, это только один лидер на партицию, чтобы как раз избежать подобных историй, как на предыдущем слайде, какие-то части закрывают, то, что распределенные лодки, которыми тоже свои сложности есть, которые сейчас посмотрим, и, в принципе, то есть, какая-то одна точка синхронизации. То есть, если время понимаем, что мы не можем синхронизировать нормально, то есть какую-то другую абстракцию, за счет которой мы будем синхронизироваться, либо, как Николай говорит, про как раз построение архитектуры системы таким образом, чтобы она понимала решение через форум, например. Такс. Станете в прокворум? Будем обсуждать прокворум? Прокворум отмышал умрем. Да, это прямо отдельно. Задача византийских генералов давать сходом. Оба ФТ алгоритм. Да, это может на самом деле прям будет как-то отдельно обсудить. Вот, это очень интересная тема. И надо задуматься о ней. Альгоритмов много всей. Да. Да, просто потому, что мы сколько, 7 минут в принципе по таймингу осталось. Мы можем сейчас, у нас наверное две таких истории осталось, да, глобально про распределенный лог, посмотреть проблему и про как раз византийских генералов. Не знаю, Коля, может ты расскажешь потом в конце про нее? Я сейчас про логи. Но это долго. Алгоритмов консенсусов их много и каждый просто реально долго рассказывает. Можно запутаться. Давайте логом. Окей, тогда я в принципе расскажу про проблему с распределенными логами, чтобы мы покрыли все, что было здесь из основных концептов сказано. И на самом деле она сильно похожа на то, что мы видели выше, про проблему с нодами. И распределенный лог это как раз та история, на которой какой-то объект абстрактный, на котором мы хотим синхронизировать, чтобы принимать какие-то решения по записи либо нет. И что у нас может выйти не так. Есть какой-то сервис представления лога, есть сторож, в который записываются данные, и есть два клиента, которые хотят что-то сделать. Первый клиент взял лог, получил ок, пошел с ним что-то делать, думая, что у него есть уникальное право управления ресуртом в базе данных получается. И тут приехал ГЦ, и он отъехал на какое-то время. И получается, когда он пришел в сознание, он все еще думает, что у него есть на это право, и он пошел записывать дату. Второй клиент во время ГЦ-паузы тоже получил лог, потому что сервис ничего не знает уже о том, что происходит ниже. И так как с ним такая выучесть не произошла, он пошел и записал свои данные наверх, и второй получается первый клиент, который очнулся после ГЦ, он записал поверх нее свои данные, которые по сути стали раньше. Вот, она по большому счету очень похожа на то, что было, и предлагается решать таким образом, чтобы токен, который выдается он email тоже какой-то стейк, и, например, передавал с собой какой-то имплементирующийся ID, по которому конечная система могла бы деклайнить запросы с если пришел ID, если пришла операция на изменение атрибута, с локом ID которого меньше того, который уже был записан. То есть, если, например, разобрать, то система клиент первым получил токен с 33-м ID-шником, второй с 34-м и записался получается с ним, и получается, когда с 33-м токеном пошел делать запись, то система storage уже поняла, что 34-я запись была, и 33-ю он reject. это, в принципе, сходится, если проводить параллели про какие-то способы решения, это, наверное, про как раз то, что вся система понимает, что проблемы могут быть, и получается, у нас storage начинает тоже знать, что к нему ходят с локом и начинает этот лок проверять. Вот тут у меня встал интересный вопрос, каким образом правильно инкремитить лок-сервис, потому что он-то тоже распределенный по большому счету, и такие же проблемы будут в лок-сервисе, с тем, чтобы этот ID-шник генерить раздельно, ну, как минимум, сзывает. Думаешь, он тут распределенный? Мне кажется, тут лок-сервис, это имеется в виду, что, не знаю, обычная блокировка на таблицу, на строку там. Тогда те же проблемы будем решать с лок-сервисом, который не он должен быть тоже распределенный в итоге. А что, если он недоступен? Ну, это все-таки сервис, скорее всего. Как еще? тут все-таки сингл-нод, Гриш, это слишком, мне кажется, простой уход от проблем, потому что, если он ляжет, то у тебя, получается, будет каскадный фейл у всей системы, потому что без лок-сервиса работать не будет, а тут уже на сингл-нод завязываться сложно. Ну, я имел в виду, скорее всего, что это именно в BD лежит, и вот именно в рамках BD он является распределенным, но там есть возможность, наверное, каких-то распределенных блокировок. Я не знаю, надо погуглить. Ну, вот тут из вариантов, да, которые есть, можно вот Redis использовать, мы используем, ну, пока сейчас уже переходим на Redis, используем Hazelcast. У себя для этого, в принципе, оно эту проблему решает. Так, на Пролоке наверное все, тогда я все-таки этот, Гриша, ты закидывал про византийских генералов за там начале. Хочешь рассказать? У тебя есть минута, чтобы мы поняли. Ребят, я на самом деле предлагаю это уже отложить на обсуждение в чате, вот, а сейчас уже резюмировать и подводить некие итоги. Мы сегодня благодаря Максиму рассмотрели такую классную главу и одновременно ее обсудили. Ребят, может у вас остались какие-то вопросы? Не стесняйтесь их задавать. Там вот эти токены называются Fencing Tokens. Как это по-русски перевести? И вот если в Google забить, то получится токены фехтования или что-то такое. Может, ограждающие? Fence, это ограждение, ограды. Да, тут не про фехтование, Fence, это про забор. Это просто забор, заборчик. фехтование, окей. А у кого как устроено, когда вообще что-то отвалилось, как мы сегодня обсуждали? Когда никого на работе, по сути, нет? Сейчас ты же что-нибудь ночью отвалил? Очень хороший вопрос. Мне кажется, это... Да, давай ты. Ну, есть иногда всякие эти правила, типа, не катите релиз в пятницу. Есть также всякая служба мониторинга и просто откатывают обычно релиз. А под всякие там супер-пупер фатальные спои, например, BD, там тоже есть ребята, кто занимается BD, какой-нибудь дежурный. Алертик, да. Ну, это, получается, эти организационные, да, какие-то вещи, то есть есть организационные откатить дежурные, там что-то сделать, повестить клиентов. Есть технические, ну, технически, получается, ты в любом случае не можешь на 100% решить. Ты их можешь решить таким образом. Ты можешь, конечно, поставить на какие-то данные и тем самым прикрыть себя на случай падения какой-то мастер-системы. Но если у тебя мастер-система попадет игра, конечно, что-нибудь невалидным, то, ну, все. То есть в любом случае у тебя есть какая-то точка отказа, которая, ну, которую ты не можешь прикрыть просто. А так, наверное, общий, ну, паттерн какой-то. Ты уменьшаешь вероятность отказа путем того, что делаешь систему распределенной и как раз получаешь весь этот набор классных проблем. Вот, но ты диверсифицируешь свои риски по дата-центрам, по как раз количеству инстансов, которые существуют и могут упасть. Если там мы говорим за сеть, то, опять же, сетевые тоже диверсификации есть в виде там кабелей разных провайдеров. То есть, ну, ты кладешь яйца в разные корзины. Ну, то есть у нас, в принципе, если там на конкретный пример, в принципе, мы так и делаем. Вот, но есть внизу точка мастер-бд, да, которая, если она уедет, то, ну, тут хорошо. Просто закрывать контору. Все, всем расходиться. Я как раз спрашивал про то, когда что-то прям уже отвалилось, да, и никто еще пока не знает, из-за чего, то есть зачастую это не последний релиз, это просто что-то где-то давно не учли, а сейчас это слово. То есть, ну, вот у нас есть дежурные разработчики, но я слышал, что многие как-то без этого живут, мне вот интересно, как без этого жить, как от этого уйти. Ну, насчет, кстати, дежурных разработчиков, ну, я просто буду дальше рекламировать книгу по СРЕ, в общем, там как раз рассматривается, как эту проблему решает Google, ну, понятно, что у них там вообще свой объем, и, ну, наверное, это зависит от компании, как часто вы релизитесь, если что-то отшибают ночью, даже без релизов, то тут ничего, наверное, не поделать, тут надо подниматься и кому-то, и стараться фиксить, надеюсь, его соответствующие за это наградят овациями и премиями, вот, а если у вас просто релизится что-то ночью, или в то время, когда нету каких-то людей, которые будут готовы это подхватить, то тогда, ну, надо как-то эту проблему, организационно решать, что ли, да. Ну, и самого прикольного я помню, из того, что у нас было, мы стали терять, месседжи из брокера, казалось, что какой-то сервис, точнее, скорее ноду, которую мы вырубили, которую мы не пользовались, она вдруг как-то сама по себе жила и начала воровать просто себе сообщения, тем, тем нодам, которым они реально были нужны, они не находили. Мы очень долго стали понять, что происходит, кто ворует сообщения. Нода, нода зомби напала. Да, да, да. Ребят, давайте на такой хорошей ноте, завершать наше обсуждение и расходиться. Еще раз хочется сказать большое спасибо Максиму за такую классную презентацию и Илье за то, что он подключился и давал свои экспертные комментарии. Давайте по старой традиции сфоткаемся с книжками, типа, «Е, нам теперь не страшны проблемы распределенных...» Мы можем даже сделать там лицо, как у Гаррида, типа, «Да, мы познали боль распределенных систем». Мысли не страшны, а решение проблем следующей главе мы только пока загрузились и посмотрели, какие могут быть. Ну, тогда вот мы как раз-таки будем знать это, почему идти. присоединяемся к этому интересному флешмобу. Включаем бэкграунды виртуальные, потому что они весь флешмоб съедят. Я, в принципе, ладно, я, в принципе, сфотографировал, да, всех, кому надо. Еще раз, ребят, большое спасибо, что подключились. Смотрите, Видите, это у нас каждый выпуск от эксперимента. Мы даже решили сделать запись. Я не знаю, где она окажется. Посмотрим. Пишите, как вам история про то, что сделал Максим на обсуждение по конспекту. Пишите в личку или в чат. Очень будет интересно посмотреть вашу обратную связь. На этом я останавливаю запись.